Страница 23 – это чемпионат России по чтению слух среди учащихся средних и средних специальных учебных заведений. В этом году он впервые проводится в Красноармейске. В Центральной городской библиотеке собрались любители литературы. Всего 10 человек приняли участие в отборочном этапе чемпионата. У нас есть опыт проведения таких конкурсов. Мы несколько раз проводили конкурс, который называется «Открой рот для взрослых». То есть это чтение с листа незнакомого текста. Для чего это делается для школьников? Для популяризации, конечно, чтения, потому что читать они будут лучшие образцы литературы. Ты не простишь меня? Тогда можно я на выходные побуду у тятюшки? Она уже давно приехала. Валяй! Вот и все, что я услышала. Участникам необходимо было пройти три раунда, а именно прочитать отрывки из русской классической прозы, поэзии и современной русской прозы. Читать незнакомый текст всегда трудно. Но эти ребята успешно со всем справились, потому что каждый из них любит литературу. Они являются неоднократными участниками конкурсов чтецов, и чемпионат для них – это определенный вызов себе. Вообще я захотела участвовать в конкурсе, потому что литература – это интересно, и читать нужно. Это полезно, это развивает мышление, прививает какие-то нравственные качества. Готовилась, читая книжки. Участников оценивали члены жюри. В комиссию вошли представители администрации округа, театральной студии и нашего телеканала. Сказать честно было очень трудно оценивать ребят, так как у каждого своя подача. И если с техникой все понятно, то за артистизм практически все получили максимальные баллы, что осложнило подведение итогов. В результате в финале трое участников, набравшие наибольшее количество баллов, вступили в борьбу за победу. Вот бы сделать сейчас колесо, жалко не умею. Тогда я просто погружилась, несмотря на прохожих. Как хорошо. Для ребят это незнакомый текст. Кому-то попали слова на иностранном языке, кому-то современная лексика. Главная цель чемпионата – развитие культуры чтения среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. А как у тебя такой необычный формат? Вот первый раз ты видишь текст. Не страшно? Нет, не страшно абсолютно. Я очень люблю читать незнакомый текст. Ну, когда читаешь книжки, он же все-таки незнакомый. И когда незнакомый текст, я чувствую себя в своей обстановке. И волнения особенного у меня не было. Это и помогло Станиславу стать победителем. Теперь его ждет следующий этап чемпионата. Всем остальным были вручены дипломы участия. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.